всем доброе утро сегодня у нас суббота 9 мая 6 утра с какого хрена я встала в такую рань и вообще есть у меня вид такой сегодня замечательный растрепанная не накрашенная ногти вчера их убила просто наповал я вчера пошла к бабушке в гости она попросила мне покрасить волосы она достала свою краску из стель в которой не было блин перчаток с бабушкой то не поспоришь пришлось красить в итоге с руками еще как-то все за день я их как-то вот за сутки как-то отдраила потому что когда после первой попытки от отмыть как-то руки мне пришлось от бабушки-то идти домой и я выглядела наверное издалека так как будто я кого-то голыми руками прибила потому что вид был такой знаете запекшиеся крови на руках ну собственно ногтях то же самое поэтому я сегодня буду делать шлак то точно сто процентов поэтому наверное даже какие-нибудь мы какое-нибудь мое следующее видео после этого влога будет видео о шлаке так предполагаю наверно так уже окази его сниму чем же буду сегодня заниматься а я сегодня пойду спортзал мне сегодня фитбол зайду в кардиозону потом я зайду в ашан там-то навряд ли конечно и спортзале не знаю надеюсь спортзале просто сегодня будет людей поменьше я смогу вам немножечко поснимать там парад у нас сегодня вот моем бывшем военном городке будет может быть тоже я смогу что-то заснять по дороге в общем посмотрим как получится что получится девчонки пойду я завтракать приводить себя в порядок вот у меня такой сегодня завтрак салат из огурцов и помидоров и курица в сливочном соусе и также я попью вот такой горячий шоколад купила себе вчера упаковку там где-то по пакетиков 10 как раз классно на утро состав конечно сейчас состав конечно не очень но ничего страшного с утреца с утреца вообще думаю будет супер вот пошла я девчонки кушать собираться дальше в общем поехала в спортзал девчонки как-то печень все тихо у нас народа мало видимо все-таки сказывается то что вчера была пятница народ отдыхал видим вот и праздник ветеранов обычно устраивает но так предполагаю что все-таки попозже он будет сейчас все наверное смотрят по первому каналу с красной площади включения нет вот уже готовится видимо наверное часов 10 11 но я уже буду практически можно сказать спортзале так и так 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 Субтитры делал DimaTorzok Девчонки, в общем возвращаюсь я с фитнеса, все-таки был фитбол, мне даже удалось немного снять зал перед этим кусочком видео. Сходила в Ашан, в Ашане снимать конечно невозможно, потому что народа просто тьма, я думала, что на шашлыки поуезжают, ну нифига просто. Притом, даже наверное не в мясных каких-то отделах, каких-то таких вот именно продуктовых. Вот. Вообще на людей с камерой какая-то реакция страшная, будто совершаешь преступление. Вот, еду я домой уже, поговорим с вами дома. Доехала я таки до дома, солнце, как вы видите, в зените. Сейчас я вам покажу свои продуктовые покупки. Ну, скажем так, это баловство, такое все десертного характера. Руки заняты были, если бы я ехала целенаправленно в Ашан, конечно, я бы взяла посущественнее что-то. Но я с подругой после праздников туда поеду и думаю, мне даже получится немного поснимать там, потому что да, не очень это удобно. Но давайте быстренько вам покажу, потому что я хочу прибраться, я хочу сегодня сделать запеканку, потому что творог уже давно у меня стоит в холодильнике, не хочется выкидывать. И, а, еще я хотела горчичную маску сделать для волос, потому что у меня уже такое ощущение, что мне какая-то проплешь пошла в голове, не знаю, надо начинать восстанавливать волосы. Как-то мне все это дело не нравится, ну, в общем, ладно, давайте продукты и, там, не знаю, обедать не хочу пока. У меня такой обед и ужин будет. Обед и ужин вместе, я думаю. Ну, так, начнем. Как я вам уже сказала, покупки были у меня все какие-то десертные. Взяла себе финики. Неплохое такое предложение, там какая-то скидка на них была, полкило, 131 рубль. Ну, с учетом, что они очень сладкие, много их не съешь, мне хватит их надолго. Плюс я еще видела какие-то, какой-то рецепт такой интересный, где тесто на основе фиников. То есть, ну, если вдруг они уже поймут, что они начнут умирать, я с них что-нибудь сготовлю. Дальше у меня идут вот такие йогурты вкуснотеевы. Это тоже из разряд такого, не знаю, как говорится, не очень полезного, но для быстрого завтрака, если ты куда-то опаздываешь срочно, слопать такой йогурт вполне возможно. Также мои любимые бача от Активия. Очень люблю. И тоже вот какая-то новинка в фрукте с лакомство сливочное, 5%. Я его не видела, просто ради интереса взяла попробовать. Дальше какой-то вот такой гематоген, тоже его ни разу не пробовала. И вот такие какие-то натурально-фруктовые ореховые батончики, лесные ягоды, вишня, клюква. Тоже их не пробовала, тут решила, возьму. Ну, как бы, они тоже хранятся достаточно долго, в холодильник кинул. Или даже можно с собой куда-то в сумку кинуть, взять, чтобы никакой гадость по дороге не слопать. И последняя такая сладкая, так скажем, покупка. Вот эта зефирная паста, маршмеллоу-крин, карамельная. Так, так, так. Тут ничего, по-моему, слова на русском даже нет. Я видела, давно я на неё смотрю, цена меня как-то останавливала. Тут я подумала, ну, можно взять. Ну, как бы, много я её, конечно, не буду, не буду я и ложкой из банки есть, как я, в принципе, грешна, люблю такие вещи, ложкой из банки лопать. Буду добавлять также в напитки. Как раз у меня есть горячий шоколад. Я вам показывала с утреца, мне кажется, вообще отлично будет. Мне вообще непонятно, где там, что, как. Извиняюсь, кручу-верчу. Сорок калорий. Вот непонятно, сорок калорий это в чём? В двух двенадцати граммах, что ли? Ну, ладно, в общем, короче. А, не, вот. Вот так. Тут состав. Тоже так по кругу. Почитать. Ну, ладно, короче. Дальше, что я очень люблю, есть только в Лошане, который около моего спортзала. Это вот такой рулет с сыр копчёный. Там внутри какая-то зеленушечка. Вот, мне он очень нравится. Ну, сколько тут его? Тут двести грамм. Ну, в принципе, ну, конечно, да, тоже не дёшево, но беру редко, поэтому тоже как бы. Вот, и мой любимый живо-йогурт. У меня было две пачки, заканчивается он быстро, потому что, как я вам уже говорила, у меня на замену сметаны, майонеза идёт. В общем, отличная вещь. И всем, кто ещё не пробовал, я советую. Вот, это были такие все мини-продуктовые покупки, не очень полезные, не очень диетические. Ну, вот как-то так. Так, ну и, наверное, постараюсь я всунуть свой обед или ужин уже, или обед-ужин вместе, как-то вот так. Это у меня гречка с курицей и ещё я слопаю зелёное яблоко. Оно у меня пока в холодильнике лежит. Вот так. Не знаю, буду я вечером, ещё вечером, наверное, скорее всего, я протеина выпью. Я так думаю. Ну, если совсем есть, будет хотеться. А если есть не будет хотеться, то, в принципе, можно и до утра дожить будет. Девчонки, закончила я свою уборку. Теперь я, как и обещала, делаю запеканку. Не знаю, буду, наверное, на ней разгружаться. Вы видите миску. У миски уже мягкий творог, домик в деревне. Вот он. Я вам его уже показывала в покупках продуктовых. И творог, который тоже я вам показывала, зернёный. Вот он, сыр домашний. Опа. Она, в принципе, получается достаточно лёгкая, потому что сыр домашний там 4% жирности, а домик в деревне мягкий 0,1% жирности. Такая запеканка, думаю, на разгрузку, в принципе, подойдёт. Подойдёт просто как десерт, я так думаю, для тех, кто соблюдает правильное, совсем-совсем правильное питание. Я не могу назвать своё питание совсем правильным, потому что я всё-таки иногда что-то вредное достаточно позволяю. Вот. Дальше что? Яйцо туда. Ну, не само яйцо, вернее, не все компоненты яйца, а только белок туда пойдёт. А желток, как я уже говорила, я буду делать маску для волос. Тоже буду замешивать её и покажу вам, что я вообще как замешиваю. Она вообще, как бы, маска достаточно классическая. Опа, мне желток упал. Вот. Как бы... Я думаю, тоже ничего страшного случится. Делать её буду в микроволновке. Думала сделать в духовке, но всё-таки не хочется мне её разогревать. Заливать это всё у меня форма есть, силиконовая. Потом очень всё это дело тяжело отмывается, потому что я не смазываю маслом форму. Не знаю, как это смотрится. Вот. Потом я добавляю клетчатку туда. Нашла применение клетчатки, потому что так её сухую... Ну, я на глаз сыплю, я не... Как бы... Чтобы это всё дело было погуще, так скажем. Чтобы, да, как-то оно загустело. Клетчатку сухую просто так, с сволой, как многие, я знаю, её пьют там. Или просто там с кефиром смешат. Я не могу её так есть. В принципе, даже можно ещё насыпать. Но ничего страшного не случится. Дальше для вкуса я туда кладу изюм. Можно положить, в принципе, не знаю, чернослив, курагу, кому что нравится. Можно фрукт какой-нибудь натереть. Извиняюсь за шелест. Обычно я туда люблю класть банан. Но так как я собираюсь разгрузиться на ней, не думаю, что вечером банан на ужин будет хорошим решением. Вот, а изюм так, для вкуса, прям чуть-чуть совсем. Маленькую горсточку. Ну, вот мне такой изюм белый. Знаю, мало, наверное, можно ещё чуть-чуть. Закинуть. И протеин. Я даже не знаю, как вам эту банку показать. Она просто настолько огромная. И вот. Наверное, вот так. Такой протеин со вкусом печеньки. Вот, тоже для вкуса. Добавить его туда можно. Не знаю, взяла его. Наверное, всё-таки надо было больше, так скажем, почитать на тему протеинов. Какой бывает протеин, какой для чего. Потому что их очень много видов. И если он очень вкусно пахнет, Прям пахнет печенькой такой. Это даже вкрапления какие-то странные есть. Вот. Надо было больше почитать про протеины, понять, какой лучше. Пить там на ночь. Есть определённые, которые на ночь пьют. Есть те, которые для готовки хорошо подходят. Не знаю, я купила чисто за... Сравнила цены. Зала, которые не самые дешёвые, да, И не самые дорогие, что-то средние. Но... Вопрос всё-таки этот надо было... О, теперь вот вообще отлично. Он такой густой. Сейчас станет всё это дело. В принципе, её можно есть и так. Просто вот, ну, без ничего с чаем. Можно взять, допустим, йогурт. С йогуртом её полить. Ну, когда она будет приготовлена. Переместила я её в такую форму для микроволнов. Цвет, я не знаю, вы, наверное, даже не видите. Камера не передаёт то, что такой цвет. У неё интересный, шоколадный получился. Сейчас я её отправлю в микроволновку минут на 30. Не знаю, интересно вам будет посмотреть результат. Или нет. Ну, наверное, всё-таки ради интереса надо будет показать. Что там у меня получилось. Вот. Так, сейчас я тогда отправляю её в микроволновку. И буду делать маску для волос горчичную. Так, ну, и давайте сделаем маску горчичную. Наверное, на заднем фоне у меня очень хорошо звучит микроволновка. Ну, я думаю, вы мне это простите. Значит, желток, который остался от запеканки, я залила в такую вот формочку, в мисочку. Далее я добавляю 2 столовые ложки горчицы. Горчицу я беру вот такой у меня сухой горчичный порошок. Стоит он очень дёшево. Мне кажется, в любом магазине практически продуктовом он есть. Вот. Также у меня вот тут 2 столовые ложки воды тёплой. И я беру масло. У меня ореховое масло для волос против выпадения. Вот такое. Можно туда добавить любое масло. Самое обычное, оливковое, подсолнечное. Можно репейное масло добавить. Масло персика. Как бы... В том рецепте, который я видел, там было вообще обычное подсолнечное масло, 2 столовые ложки. Но я вот это залью. У него запах интересный, такой специфический. Такое оно. Не самое лучшее масло. Не знаю, я не могу бы советовать покупать вам как-то. Но для такой маски отлично. Вообще маска очень хорошая. Она самая обычная. Мне кажется, про неё слышали все. Её даже делали многие. Но почему-то я сталкиваюсь с такой вещью, что очень многие люди ленятся. Ленятся это всё делают. Потому что домашние маски, домашние обёртывания, домашние... Вот эти вот все процедурные вещи домашние, они... По сути, да, вот я сейчас это всё замешала, это 2 минуты. 2 минуты там 20 секунд. Ну, ладно, там минуту вы ещё соберёте эти все ингредиенты по кухне вашей. По кухне, по ванной, где там у вас что стоит. Но именно что, вот этот фактор лени, вот это всё сделать, это нанести... О, по-моему, у меня запеканка приготовилась. А может и нет. Сейчас я домешаю. В общем-то, в принципе, вот эта маска, она готова. Надо наносить её на корни. Держать 40 минут на голове. В общем, пойду я посмотрю, что там у меня за пеканка. Если всё нормально, покажу вам. Оставила её ещё настолько же, её она не показалась мне готовой. Ну да, в общем-то, всё, маска готова. Нанести на корни, держать 40 минут в тепле. То есть надеть какую-нибудь шапочку для душа, к примеру. Там целлофановый пакет по старинке, забернуть всё полотенцем, посидеть, смыть это всё. Делать шампунем. На самом деле маска классная. Очень хорошо от неё растут волосы. От неё перестают лезть волосы. Я уже несколько лет назад проделывала курс таких масок. Но вот именно этот фактор лени надо раз в год хотя бы делать. Делаются они курсом 10 масок, по-моему, раз в неделю. То есть 10 недель в курс. Вот, ладно, подожду, пока приготовится запеканка. Покажу вам то, что получилось. Сама пойду, наверное, сделаю себе эту маску. Ну, такая получилась запеканка. Вид, конечно, на камере у неё такой не особо аппетитный. Я её не буду выкладывать и подожду. Она подождёт ночь, вернее, в форме, а утром я её уже выложу. Будет удобнее. Она подзастынет, так скажем. В общем, сделала я маску на волосы. Выгляжу я ещё лучше, чем в начале этого видео. Ужас какой. В общем, пойду ещё поскраблю лицо вот этим. А потом я сделаю маску-плёнку для лица. Вот такую. Видео, конечно, получилось, вернее, влог получился такой сумбурный, безинформативный. Ну, первым блинкомом, как говорится, дальше буду стараться делать лучше. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до конца. Тем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока!